Мы в кемпинге на берегу реки Нюбле. У нас тут какие-то экскаваторы колупают камни. Не сильно мешает, и к вечеру они перестают колупать камни. Никого нету, мы тут сами. Вчера еще была куча народу, сегодня... А нет, вон там машины стоят на парковке, на той смотри. Почему они приехали, потому что холодно, на речку тепло? А в речке тепло, наверное. Точно. Какие рабы у меня? Я даже не знаю, про что тут снять кино. Ну, пойдем на речку, да. На речку. Вообще, да. Несколько недель была жрища, и сегодня первый день, когда стало прохладно. По моим меркам прохладненько, а по меркам белки тут дубище невыносимый. А вот все эти люди, которые приехали, там запарковались на берегу реки. Даже что-то парень даже надо будет. Ага. Противоположный берег, вот такая вот стена. А экскаваторы делают вот этот вот земляной вал. Не земляной. А? Видно все сверху? Ну, так, что-то видно. О, да, прикольно, слушай. Этот земляной вал должен защитить кемпинг и эту землю от разлива реки весной или осени. Здесь песок, и по всей видимости, из-за того, что тут рекой его намыло, тут ничего не растет на всем кемпинге, просто песок и камни. Да. Хозяева рассказывали, что тут это все рекой залило в прошлом году, и вот до туда весь кемпинг залило. А теперь тут строят вот эту насыпь, и, как они говорят, надеемся, поможет. Ну, посмотрим. Но пока не залило, кемпинг прикольный. И туалет нашло. Туалет, да, и к нему подвесная дорога, подвесной мостик. Господи. Серое небо, звуки такие, еще гигантские пауки на горизонте должны шагать. Или эти, из Звездных войн, эти роботы такие. Сима боится, бедная беда. Сима, да, с утра до вечера боится, сидит под подушкой. Только вечером выходит. Сейчас я сниму подвесной мост в туалет. Вот он, идешь по нему, он скрипит, болтается. И мы едем за арбузом, который почему-то не купили вчера.